В больнице Кишинева скончался Рустам Ашуров, которого задержали за стрельбу в аэропорту. На родине его подозревают в причастности к похищению банкира. В Бешкеке, Астане, полдень. Меня зовут Камила Валиева. Здравствуйте. В больнице Кишинева скончался Рустам Ашуров, которого задержали после убийства двух человек в аэропорту столицы Молдовы. Об этом сообщает таджикская служба радио «Свобода» Азади. В МВД Молдовы сообщили, что Ашуров скончался сегодня ночью, не приходя в сознание. Во время задержания он получил 10 огнестрельных ранений. Глава молдавской полиции Виарел Чернеу Цану сообщил, что Рустам Ашуров во время происшествия отказался вести переговоры с полицией, после чего начала работу группа быстрого реагирования, и таджикистанца задержали. Рустам Ашуров 7 лет проработал в системе МВД Таджикистана и был уволен за совершение преступления. 10 лет назад его посадили в тюрьму, но он досрочно вышел на свободу. 30 июня при въезде на территорию Молдовы Ашуров не подвергался обыску ни Интерпола, ни Европола, ни других ведомств. Только после инцидента в аэропорту мы позвонили нашим коллегам из генпрокуратуры Таджикистана, и они рассказали нам, что этот человек находится в розыске за преступления в Таджикистане. В пятницу Рустам Ашуров устроил стрельбу в аэропорту Кишинева из-за того, что его не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Власти Таджикистана заявили, что Рустам Ашуров является членом организованной преступной группировки, которая причастна к похищению Шухрата Эсматулоева. Заместитель главы Ориенбанка пропал больше недели назад. Спасатели ведут поисковую операцию в русле реки Заравшан. Они пытаются найти ту самую автомашину, на которой похитили банкира. Но пока поиски никаких результатов не дали. По подозрению в похищении задержаны четверо бывших офицеров МВД, сообщает УЗОДИ со ссылкой на собственные источники. Именно подозреваемых в МВД не сообщили. В Атрау полностью восстановили электроснабжение. Специалисты начали запускать работу нефтеперерабатывающего завода. Накануне из-за аварии на Мангистаусском атомном комбинате без света и воды остались жители некоторых районов Атрау и Мангистаусской области, а также один из крупнейших НПЗ страны. Накануне вечером жители разных районов города увидели языки пламени и черный дым из труб Атрауского нефтеперерабатывающего завода. Специалисты позже объяснили, что из-за отсутствия электроэнергии технологический газ направили на факельные установки. Также накануне в Казмуной Газе сообщили, что из-за остановки работы энергоблока Мангистаусского атомного комбината частично либо полностью приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях Мангистаусской и Атрауской областей. В компании пообещали, что все это не приведет к дефициту топлива в стране. На ситуацию отреагировал и президент Казахстана Касымжу Мартукаев. Он призвал привлечь виновных в аварии к ответственности. В апреле этого года сотрудники атомного комбината записывали к нему видеообращение. В нем они призвали руководство страны расторгнуть договор с подрядными организациями, которые, по их словам, в силу своей неопытности вредят работе предприятия. Они заявили, что оборудование на станции устарело на 80% и постоянно выходит из строя. Кроме того, по их словам, социальное положение работников очень низкое, а рабочие места не соответствуют санитарным нормам. Изношенность атомного комбината подтверждали и в Министерстве энергетики Казахстана. 10 мигрантов из Узбекистана вот уже 9 месяцев находятся в спецприемнике в Ростовской области России. Их задержали за использование фальшивых патентов. Оказалось, что поддельные документы им сделал работодатель. Однако, несмотря на это, их продолжают держать в неволе. Сюжет проекта «Мигрант Медиа» и радио «Озудлика» рассказывает Джебек Бегалиева. Условия у нас очень тяжелые. Здание цеплено тремя рядами проволоки. Здесь четыре человека, там живут три человека. Кровати в тесных помещениях и небольшой дворик, огороженный проволокой. Здесь вот уже 9 месяцев живут узбекистанцы, которые приехали в Россию на заработки. Это центр временного содержания иностранных граждан в Ростове-на-Дону. Грубо говоря, собака не будет есть ту еду, которую нам дают. Если посмотреть на спальные места и условия, то здесь вообще никто жить не может. Терпение закончилось за 9 месяцев. Ни одна организация не помогает. Когда мигранты уже поняли, что надеяться им больше не на кого, они обратились к журналистам. Мужчины жалуются, что работодатель их обманул и вручил им фальшивые документы. Сейчас власти завели на него уголовное дело и задержали. Сами узбекистанцы же проходят по делу свидетелями. И именно поэтому их не отпускают на волю. Когда мы приехали сюда, работодатель заявил, что сам сделает нам документы. Сказал, что наши патенты, регистрация, документы у него на шее. А мы просто должны работать. Вот поэтому мы ему доверяли. Мигранты жалуются, что все эти 9 месяцев они живут в тяжелых условиях. У многих из них начались проблемы со здоровьем. Не говоря о том, что на родине их ждут семьи, которые остались без кормильцев. Почти у всех у нас началась аллергия. Кожа была покрыта красными пятнами. Сотрудники изолятора дают нам таблетки, только если у нас болит голова или почки. Сейчас мне немного лучше. Мои раны зажили. Мигранты обращались за помощью в посольство Узбекистана. Но там лишь повторили слова российских чиновников. Рабочих отпустят, когда закроют уголовное дело на их работодателя. А журналистам радио «Зотлик» и «Мигрант Медиа» вовсе не удалось связаться с дипломатами. На их вопросы ответил лишь пресс-секретарь агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана Артехо Джаноров. Без решения суда их не вытащишь. Такой порядок не только в Ростове, но и в других местах. Каждый гражданин из Центра временного содержания иностранных граждан, независимо от того, административное ли это или уголовное правонарушение, будет доставлен в суд и только потом депортирован. Такова процедура. Мы не можем сказать перед судом, что они наши граждане. Мы не можем сказать «выдайте их». У них нет такого порядка. По официальной информации МВД России, власти страны за прошлый год проверили 300 тысяч объектов, в которых работают трудовые мигранты из Центральной Азии. В итоге количество депортированных и выдворенных из страны иностранных рабочих увеличилось в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом. В Горном Бадахшане после протеста в 2021 и 2022 годах власти задержали не только непосредственных участников событий, но и членов их семей. Такие данные публикают радио Озуди. Журналисты пишут, что большинство жителей региона, которых тогда посадили в тюрьму, члены семьи или родственники неофициальных лидеров региона и активистов гражданского общества. Почти всех их признали виновными в участии в преступных группировках и экстремизме. При этом никто из осужденных своей вины не признал. На их невиновности также настаивают ближайшие родственники. Наибольшее количество осужденных в семье бывшего полковника погранслужбы ГКНБ Таджикистана Толейба Айумбекова, который был приговорен к пожизненному заключению. Его братьям, племяннику и сыну дали длительные сроки – от 10 до 30 лет заключения. Еще одного сына Айумбекова приговорили к пожизненному сроку. Один из источников Озуди сообщил, что власти объясняют задержание членов семьи активистов тем, что родственники якобы знали о преступлениях, но не сообщали об этом правоохранительные органы. Оппозиционный политик и заместитель главы запрещенного в Таджикистане национального альянса Алим Шерзамонов В интервью Озуди назвал такие семейные приговоры местью властей. В Турции второй месяц не могут найти туркменистанского активиста Фархата Мейман Кулиева, больше известного как Фархат Дурды. Его соотечественники рассказывают, что мужчину задержали в середине мая турецкие власти. С тех пор о нем ничего не известно, пишет мигрант медиа. Сообщается, что активиста увезли в депортационный центр в пригороде Стамбула. Никаких комментариев или пояснений по поводу задержания власти Турции не давали. Где именно сейчас находится Мейман Кулиев, не знают ни его семья, ни его друзья. В компьютерной системе Турции нет никакого подтверждения, что Фархата Мейман Кулиева вывезли. Официально никто не подтвердил эту информацию. Поэтому мы считаем, что его не вывезли и что он еще в Турции. Ни у кого нет никаких доказывающих документов, что Фархат Мейман Кулиев находится в Туркменистане. Его соратники надеются, что Мейман Кулиева не вывезли в Туркменистан, где его могут ожидать репрессии. Туркменские оппозиционеры уверены, что на родине Мейман Кулиева могут посадить в тюрьму пожизненно. Задержанный активист боролся с режимом в Туркменистане. Часто выходил на митинги к зданию посольства страны в Турции и выступал с критикой семьи Берда Мухамедовых в соцсетях. Ни уголовного дела адвокат не может найти, никакого решения ему не дают. Документы от него скрывают. Исходя из вот этих материалов и материалов о том, что фальшивый документ показали о том, что он подписал самостоятельное. Видеоматериалы Фархата смотрят большое количество туркменистанцев внутри страны. А тех, кто страдает от этого государства, его передачи действуют успокаивающе. И большинство отправляли свои видеоролики именно ему. А что делал Фархат? Говорил сотовые телефоны, что у вас в руках, это ваше оружие. Снимайте на видео, что происходит, и отправляйте мне. Это были главные новости к этому часу. Больше новостей из Центральной Азии в вечерней программе Шавкатом Тургаевым. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, делитесь с друзьями, ставьте лайки и комментируйте. Так их смогут увидеть гораздо больше людей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова